Здравствуйте! Удивительные вещи происходят на консультациях, на наших, и переворот сознания. Столько человек узнает, глава работает, все проясняется, мысли приходят в порядок, приходит спокойствие, умиротворение, ясность сознания. За пять минут страх смерти прошел. Удивительно все. Сегодня я рассказывал про гештальпсихологию, мы делали упражнения, очень интересно тоже. Вот модель сознания в гештальпсихологии, благодаря знанию этой модели, вы становитесь свободными людьми. И преодолевается, ну, самый большой страх, наверное, из существующих, это страх людского суда. Оценочная зависимость. Вы видите, как это работает все, и вы понимаете, что, что такое оценочная зависимость. И вы навсегда избавляетесь от нее. Вам не важно, что о вас подумают люди. Не важно это. Вы абсолютно не заботитесь о своей репутации. Хорошая репутация только у подлецов. Запомните это. У негодяев и подлецов. Вот Аскар Уайт писал о том, что он был мастером афоризмов, таких парадоксов. И вот парадоксов вдруг, и вот у него есть такой афоризм, что я слышал о вас столько плохого, что я уверен, что вы хороший человек. Мы узнали о том, что у нашего «я» есть две стороны – положительная и отрицательная. целью этого диалога является формирование нашей личности. А личность – это максимум антиэнтропии, это венец эволюции. Поэтому, когда мы становимся личностями, мы только тогда мы себя любим. Любить себя может только личность. Зрелая личность. Много всего интересного мы узнаем. Как устраивать отношения с другими людьми. Вот, допустим, есть человек, который вам не нравится. И мы делаем упражнения, и такого человека нет больше, который вам не нравится. Что происходит? Переоценка, полная переоценка. Вот такие чудеса происходят на консультациях. И уже нет людей, которые бы вызывали у вас негативные эмоции. Много о себе, очень, очень много о своих возможностях узнают люди. Меняется жизнь. Даже одна консультация способна изменить вашу жизнь. Я зараню эти семена. Я посею эти семена в вас, которые дадут свои всходы положительные и позитивные. Очень скоро. Очень скоро. Я хочу сказать сейчас о двух самых главных чувствах. ценностях. Самые главные ценности. Чувства, да. Первое. Это любовь к себе. Конечно. Научиться любить себя. Это самое главное. Когда вы полюбите себя, не останется места для страхов и прочих негативных переживаний. Ваша жизнь изменится. Мир вокруг вас изменится. Меняя себя, вы меняете мир. И второе чувство, ценное, важное, главное, это чувство благодарности. Я говорил об этом как-то. Чувство благодарности людям, которые друзьям, врагам, между прочим. Учителям, конечно же. Но. Есть человек, которому вы будете благодарны больше всех на свете. Это не... Это не ваш психолог. Это не ваши родители. Не ваши учителя. Не ваши друзья. Не ваши враги. Это вы сами. Вот я к этому пришел. Я благодарен себе. Больше всего на свете. Вот когда сейчас я... А это пришло как раз вот такое глубокое переживание, инсайд такое, во время консультирования. Вот я сегодня целый день консультирую. И вот пришло это. Потому что психология это же творчество. Это творчество в том случае, если психолог развивается, конечно. Если он трудоголик и вот по схеме работает, то не будет удовольствия никакого от работы. Он просто будет уставать. И все. А психолог, который развивается, который читает книги, работает над собой, размышляет, занимается творчеством, у которого есть свободное время. Это творческий подход. Это консультация, общение с человеком. Творческий подход. И от этого не устаешь. От этого только прибавляется сила. и получаешь удовольствие огромное. Потому что ведь когда решается вопрос, решается проблема. Когда человек наполняется любовью, когда пробуждается душа, наша душа это источник всего самого прекрасного. в своей первозданности, изначальности, это счастье огромное. Ты прикасаешься к этому счастью. Как от этого можно устать? Наоборот, это дает силу и энергию. и когда мы вот когда мои ученики избавляются от негативных переживаний, у них высвобождается энергия как раз и хочется действовать, быть активными, горы сворачивать, любить, действовать. конечно это вдохновляет, очень сильно вдохновляет. Так вот, что интересно еще помимо всего всех этих чудес, этого всего позитива, этой любви огромной, этих этого самопознания, инсайтов, уже это не один инсайт за консультацию происходит, много порой. Мысли начинают работать, голова, вера в себя, ощущение собственной ценности, любви к себе. И вот человек, и вот этот мой творческий подход, это мышление мое, я понял, что самым я благодарен, самая моя большая благодарность это самому себе, за то, что я стал для себя учителем, так же, как и каждый из вас, на самом деле, вы для себя учителя, вы себя учите. я только помогаю немножко, я поэтому вот психолог это человек очень скромный, на самом деле, вот я к этому пришел, это скромность, потому что учитель настоящий для другого человека, это он сам, сам человек это вот, но я себя называю волшебный помощник, вот, как в сказке, значит, когда мы становимся для себя учителями, мы испытываем к себе огромное чувство благодарности, за что мы себя благодарим? за то, что мы не сдались, за то, что мы выдержали, за то, что мы вытерпели, за то, что мы работали над собой, за то, что мы двигались вперед, за то, что мы видели перспективу, видели свет в конце туннеля, за силу нашей мысли, за веру в себя, вот это удивительное, и мы понимаем, что настоящие герои, боги, великие личности, это мы сами, мы сами, прошедшие через ад, чистилище, через трудности, испытания, депрессии, болезни, чувства утраты, потери, и мы справились, мы не сдались, и теперь мы наслаждаемся результатами нашей работы, результатами нашей веры, надежды, любви к себе, вот это удивительное чувство, конечно, поэтому кто сейчас в депрессии находится, выхода не видит, не сдавайтесь, никогда не сдавайтесь, и вы обретете награду эту, да, поймите жестокую правду о жизни, это очень важно, да, вам жизнь открывается с самой жестокой стороны своей, да, действительно, мы никому не нужны, действительно все направлено на то, чтобы подчинять человека, подавлять душу, унижать, расслевать, расчеловечивать человека, но если вы, да, и вы знаете это, вы знаете, что мир это иллюзия, вот в депрессии рушатся иллюзии, очень здорово, но если вы, вот как раз пройдя это все, не сдались, нашли опору в себе, сформировали у себя новое мировоззрение, позитивное мышление, полюбили себя, поработали над собой, проработали все, закрыли все вопросы, обновились, трансформировались, вот это, вот это и есть настоящее чудо, это и есть самое прекрасное, прекрасное, что только может быть в этой жизни и обрели крылья, в состоянии полета находитесь, любви, блаженства, эйфории, счастья, радости, веселья, праздника, спокойствия, принятия всего, вы приняли эту жизнь, у вас нет конфликта, ни с самими собой, ни внутреннего личностного конфликта, ни конфликта с этим миром внешним, вы очень многого добились, и вы живете в реальности, принимаете ее такой, какая она есть, вот это, это и есть крутизна, у вас есть здоровье, вот это и есть крутизна, и вы ощущаете, что у вас есть вы, вы, свой учитель, свой бог, свой начальник, хозяин жизни, король, вот, и вы есть, и вот вы себе будете очень благодарны за это, так что вот этим, вот еще одна, еще одна сторона жизни открывается, да, вот эти чувства прекрасные, которые, казалось бы, утрачены, я жду вас на своих консультациях, жду, одна консультация может изменить вашу жизнь, пишите мне, я жду ваши письма, чтобы включить вас в рассылку, чтобы вы получали антидепрессивные письма от меня, которые будут формировать у вас мышление позитивное, и вы выйдете из депрессии, просто пишите мне, я, поделитесь со мной своими эмоциями, отношением к жизни, я всем отвечу, я всем отвечаю на письма, главное, не сдавайтесь, никогда не сдавайтесь, награда ждет тех, кто не сдался, награда великая, награда огромная, в виде вот тех чувств прекрасных, о которых я говорил, в виде любви к себе, любовь исцеляет, любовь делает жизнь совершенно другой, наполненной, счастливой, прекрасной, светлой, чудесной, исполняются все желания, все мечты, все случается, сила мысли такая, что вы начинаете мыслью творить чудеса, воплощаются мысли чуть ли не мгновенно, вот что происходит, вы оказываетесь в мире волшебства, это мир вашей души, это она вас благодарит за то, что вы вспомнили про нее, выбрали ее путь жить жизнью души, только этот путь может принести счастье, радость, праздник подлинный, веселье, радость, здоровье, любовь, благополучие, богатство, только этот путь, путь души, все остальное это иллюзия и путь в тупик, благодарю вас, друзья, не забывайте поддерживать наш канал, кто чем может, делитесь ссылками в своих соцсетях, рекомендуйте нас своим друзьям, благодарю тех, кто делает донаты, даже самый маленький донат ценен, потому что он сделан от души, потому что вы не поленились, потому что вы отблагодарили, очень круто научиться благодарить. задавайте вопросы ваши, читайте новости и объявления и мысли мудрые в разделе сообщества, присоединяйтесь к нашему сообществу, я очень рад, что наше сообщество прирастает, становится нас все больше и больше и зрителей, подписчиков, читателей, учеников моих, я рад, что все больше и больше людей мне доверяет, приходит, мы решаем проблему очень эффективно, очень успешно, очень красиво, очень хорошо. я рад, что очень много постоянных у нас зрителей, спонсоров, кто поддерживает наш, наш канал, нас поддерживает, очень рад, что вы есть, и конечно, чем больше счастливых людей, тем лучше, позитивно мыслящих, тогда все будет намного проще, легче, красивее и свободнее. До новых встреч, всего самого наилучшего.